По Гагарлицкому все-таки хочется уточнить еще, он игрок первого звена, ну фактически был, да? Он игрок нашей команды. Когда лидер так в запас садится, это говорит о том, что вы недовольны? Он не сел в запас. На один матч. Здесь у нас в запас никто у нас не садится. Привет! Нападающий Илья Михеев получил травму в первом же предсезонном матче Ванкувера. Он повредил руку после силового приема со стороны хоккеиста Калгаре. Насколько все серьезно, станет известно ближе к вечеру. Ахбар среализовал свое первое большинство. Вот это да! Никто не ожидал, что такое случится. Надеюсь, хоккеистам поднимут зарплату. А в СКА уже разочаровались в одном новичке. СКА и Сочи произвели обмен, в результате которого в Санкт-Петербург переезжает нападающий Василий Глотов. А к Андрею Назарову отправляется Артем Федоров. Когда стало известно, что Федоров с рынка свободных агентов переходит в СКА, то сразу же появились вопросы к Ротенбергу. Летом с главным тренером можно было легко связаться, обсудить разные темы, касающиеся СКА. В межсезонье Роман легко комментировал тот или иной трансферный шаг. Так вот, соглашение с Артемом вызывало вопросы. Но в Санкт-Петербурге почему-то были уверены в своей правоте. Тренер говорил о хорошем броске, о том, что есть понимание, с кем использовать хоккеиста. Легко отбивались аргументы, ведь хоккеист не был ведущим игроком Динамо. С ним, без сожаления, расстались в Спартаке, не закрепился он и в Уфе. Артенберг напоминал, что нельзя сравнивать системы и команды. У Артема в его клубе будет иная роль. Да, у Федорова есть козыри. Он умеет придумать гол из ситуации, когда вроде бы чужим воротам ничего не угрожает. У него действительно неплохой бросок, но при этом Артем очень нестабилен и может проводить несколько матчей подряд так плохо, что тренеры сажают его в запас прямо по ходу встречи. Но в СКА это не стало причиной для сомнения. Хоккеисту выпустили солидные 35 миллионов и начал Федоров действительно неплохо. Новичок выходил в первом звене с Воробьевым и Яшкиным, но и химии между хоккеистами не было. Да, Артем забросил в первом же матче, но на этом все. Отметим, что Ротенберг довольно долго терпел проблемы и не требовал всего и сразу. Еще год назад нападающий бы переместился на трибуну после одного неудачного матча, а сейчас ему давали время. Набрав 1 плюс 1 в первых трех встречах, Федоров в следующих восьми играх остался без очков, а еще в трех матчах его быстро делали запасным после одной-двух смен. Понятно, что долго так продолжаться не могло. И теперь Федорова отправили в Сочи. Взамен взяли Глотова, который совсем погас, хотя потенциально мог бы стать звездой чемпионата. Может быть, получится СКА. Нефтехимик потерпел десятое поражение подряд в сезоне. Они уступили даже Авангарду. Теперь-то понятно, насколько серьезен кризис в клубе. СДК КХЛ отменил штраф защитнику Авангарда Семену Чистякову, который он получил в матче против Торпеда. А в Сибири должны теперь искать большие деньги. Нападающий Александр Шаров забросил четыре шайбы в матче против Витязя и стал единственным игроком в составе Сибири за всю историю, у которого получился подобный трюк. Честный покер, ведь к воротам Витязя в этом сезоне очень трудно подобраться, а у Шарова получилось. Не секрет, что Александр в этом сезоне мог сменить команду. К нему был интерес со стороны сильных клубов, но переговоры быстро заходили в тупик. Шаров на контракте, за него надо платить компенсацию, но никто не понимал, сумеет ли он оправдать вложенные деньги. 26 лет, последние пять сезонов выступает в Сибири, стабильно забрасывает больше десяти шайб за сезон, но по очкам ни разу не преодолел отметку в 30 баллов. Будь Александр на рынке свободных агентов, он бы нашел неплохой контракт. Тогда бы смело его использовали во втором или третьем звеньях, а менеджерам бы не пришлось оправдываться за потраченные деньги в случае отсутствия результата. Представьте Шарова в топ-6 любого претендента на Куба Гагарина. Тяжело? Видимо, потому переговоры и прекращались. Но для Сибири Александр – лидер команды, любимчик болельщиков. Он в своей среде, здесь понятная роль, а невысокие амбиции клуба дают право на посредственные матчи. Но следующий весной контракт заканчивается. В ноябре Шарова будет 27, и он выходит на рынок свободных агентов. Так что Сибири покер-форварда добавит головной боли. Придется сильно постараться, чтобы сохранить хоккеиста. Борис подписал контракт с нападающим Мишелем Шапо. Последний сезон он провел в фарм-клубе Питтсбурга, но за его плечами есть несколько сезонов в НХЛ. Впрочем, Борису нужен вратарь. И последний главный тренер Северстали Андрей Разин опроверг, что пропустил последний матч чемпионата КХЛ из-за того, что находился в запое. Это удивительно. Никто Разина ни в чем не обвинял. Тренеру нужно быть поувереннее в себе и не обращать внимания на такие слухи. Мало ли что пишут. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!